23 сентября в школе номер 2 города Каспийска на базе станции юных натуралистов состоялся семинар стажировка. Участие в мероприятии приняли региональные представители, а также Московского экологического центра. Международный диалог развития сотрудничества в области экологического туризма и науки по сохранению морских млекопитающих начался с приветственного слова координатора программ Любови Колотилиной. Мостик, который мы хотим сделать между представителями территории, которые здесь есть, потому что у них тоже есть тюлени, только другие. И для нас это важно, чтобы у нас была возможность быть побратимыми и рассказывать о своих объектах другим ребятам, другим людям, чтобы наша страна была представлена в головах и в сердцах наших россиян. Посетили экологическое мероприятие также начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова и методист ООО Виктория Рыжкова. После приветствия всех участников встречи юнаты рассказали гостям факты о Каспийском море, подготовили небольшой ролик и подробно раскрыли тему исчезновения тюленей. 25-30 лет тому назад море тюленя, выплывающее чуть подаль от купающихся на городском пляже в Каспийске, было явлением довольно бухничным. Постепенно эти факты становились все реже и реже, а сейчас и вовсе морское животное полностью исчезло из поля зрения горожан. Причинами у этих стали государственные коты на вылов, загрязнение моря и браконьерский промысел. Эксперты и специалист по экопросвещению Анна Стракань, представитель научного отдела Юлия Майорова, директор по международным программам фонда «Заповедное посольство» Юлия Верещак и многие другие рассказали всем присутствующим о балтийских и байкальских тюленях и других млекопитающих. После теоретической части фонд «Заповедного посольства» организовал для ребят игры по морским жителям. Школьники разделились на четыре станции, в каждой из которых они выполняли задания – творческие и познавательные.